Возврат товара, купленного по распродаже. Начинаются распродажи, какие-нибудь там черные пятницы, киберпонедельники, миллион всего. И, соответственно, вы покупаете товар с огромной скидкой, или по какой-нибудь хитрой акции, купи один, получи второй в подарок, или купи два, получи третий бесплатно. Ну вот, все такое. Вопрос, как гарантия распространяется на данные товары, купленные по распродаже, с огромной скидкой? Перед тем, как я отвечу, дайте шанс вам ответить. Давайте вы ответите, как вы думаете? Вот скажите, как по-вашему влияет гарантия, как она распространяется или нет на такие товары? Многие думают, ну, производитель отказывается от огромной части своей выручки, поэтому, наверное, гарантии вообще не действуют. Вполне логично. Но кто-то задастся вопросом, а если распродажа всего 3% скидка, что теперь гарантия не действует? А если 2%, а если 1%, а если сейчас магазин все будет продавать с дополнительной скидкой, и 1%, что он ни за что гарантию не платит? Думаю, понятно, к чему ведут такие разговоры. К тому, что уже очень давно был дан официальный ответ Роспотребнадзора. Звучит он так. Итак, Роспотребнадзор спрашивает, распространяются ли требования потребителя в случае обнаружения недостатка в товаре, купленного по распродаже? Ответ. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей не предусматривает ограничений гарантийных обязательств перед покупателем в период проведения распродажи. Все. Если сейчас все звучало слишком сложно и непонятно, давайте для вас упрощу. Товары по распродаже ничем не отличаются от обычных товаров. Все. Кстати, Роспотребнадзор в ответе официально пишет, «Проведение распродажи является правом продавца, но не может быть основанием для отказа в удовлетворении различных требований». То есть, хочешь продавать с 1% с 1% скидкой – продавай. Хочешь с 20% – продавай. Хочешь сделать скидку 90% и продать себе в убыток – продавай. Но будь в курсе, что даже при такой неимоверной щедрости ты все равно несешь полные гарантийные обязательства по ремонту, возврату денег, замене и всего остального. И кто-то скажет, подождите, сейчас куплю товар по распродаже с огромной скидкой, когда распродажа закончится, заменю его, если он сломается на товар, хотя на него уже не будет скидки. Именно так. Статья 18. Все это позволяет вам делать распродажи. Еще разок. Это право продавца, которое позволяет ему меньше денег получить. Никаких ограничений на вас при этом не накладывается. Интересно, что отвечает опять же Роспотребнадзор. Он пишет, что в течение распродажи и дальше весь товар, который куплен по распродаже, на него действует право замены товара, соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного устранения недостатков. Это вот мы все знаем, статья 18. И последним пунктом Роспотребнадзор пишет отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Я одно скажу, Роспотребнадзор, переместите, пожалуйста, вот эту строчку в самый верх. Хватит писать фразу «отказаться от исполнения договора купли-продажи и вернуть средства» в самом низу. А ну-ка вверх ее. До ремонта, до уценки, до замены, до всего вот этого. Окей? Потому что большинство людей в итоге дурят в магазинах именно таким методом. Они приходят, а им начинают чинить, в экспертизе сдавать. А вы, пожалуйста, пишите первым пунктом, что всегда можно вернуть деньги. Вот просто вернуть деньги. Запомнили. Делаем вывод. Распродажа никакой дополнительных рисков для вас не несет. Смело по ней покупайте. Обязанности продавца все те же. Маленький бонусный вопрос. А что такое распродажа и что такое уценка? Некоторые люди хорошо понимают разницу, а некоторые не совсем. Вот распродажа – это вот эти скидки, скидки, скидки. Бонусные товары и все остальное. Уценка – это когда у товара есть дефект, и этот дефект заранее оговаривается. Например, у холодильника помят бок, но он также должен выполнять все основные функции. Там заморозка, морозилка, поддерживание температуры. То, что у него помял бок, если это написано в чеке или в любом документе, не дает вам права. Это вот как раз уценка возвращать холодильник и требовать исправления этого дефекта. Но все остальное тоже действует, разумеется, гарантия. Окей, это запомнили. То есть уценка – это снижение цены товара, потому что у него есть дефект, который оговорен продавцом обязательно. Тут действует 100% правило. Не оговорен – ремонтируешь. Если дефект заранее оговорили, предупредили вас о нем, то тогда вы не можете требовать его устранения. Окей, но это уценка. Уценка – это тогда товар с дефектом. А мы сейчас говорим про распродажу. В ней ваши права 100% такие же, как у тех, кто покупал без распродажи. Бонусный второй вопрос. А если во время покупки мне дали написать бумажку, что так как товар по распродаже, на него не действует гарантия? Ответ прост. Эта бумажка имеет супермаленькую юридическую силу, а закон о защите прав потребителей – это федеральный закон. У него юридическая сила выше. И любой суд, когда будет взвешивать эти аргументы, он эту бумажечку, вот этот фантик, выкинет в туалетный мусорный бак. Я имею в виду тот, который бумажку про то, что гарантия не действует. Разумеется, если федеральный закон говорит, что гарантия действует, а ваша личная бумажечка, которую вам дали подписать, говорит, что закон не действует, то тогда гарантия действует. Понимаете, федеральный закон всегда сильнее. Вопрос три. Бонусный. А я хочу вернуть товар по гарантии, пришел, и мне отказали. Сказали, что так как по распродаже я купил, гарантия не действует. Что делать? Ну так что делать? Посмотреть соседние видео на канале, в них миллион раз все это расписано. И, разумеется, писать претензию. Претензия также действует, как на товары по распродаже, как на все остальное. Все, полностью вопрос закрыт. Вот прям вот от начала до конца. Ни одного человека не должно после этого видео, после этих шести минут, оставаться хотя бы один вопрос или сомнение по распродаже. Все, 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 вы все знаете. Если я вам помог, если вы этого не знали, то вы что-то узнали новое, день прошел не зря. Вот, можете, можете добровольно. По номеру карты в описании кинуть мне пожертвования, какой-нибудь донатик. И кажется, у меня на канале появились функции суперспасибо. Можно написать комментарий, красивый, яркий. И при этом задонатить 40 рублей. Он будет отражаться, и мне на счет, счет Ютьюба придет 40 рублей. Но это вообще будет супер. Буду вам очень благодарен. Опять же, все добровольно, ничего не обязательно. Можете ничего не кидать, я все равно буду снимать видео. Но если поддержите, лично я вам буду благодарен, дам вам 5. Вот это 5 я вам дал. Все, увидимся в следующих видео. Пока.